Приветствую! Если кто-то из зрителей подписан на мой основной игровой канал GoldenPlay, то в курсе, что я некогда делал истории появления и развития различных технологий прошлых лет, будь то компьютеры, игровые консоли или операционные системы. И я решил перенести этот формат и на второй канал, тем более что тем для подобных роликов просто тьма. Сегодня я хочу рассказать историю появления и развития одного из самых популярных дистрибутивов Linux – Ubuntu. Популярность его вполне заслужена, именно с Ubuntu многие начали свой путь в Linux. Изначально я планировал сделать этот ролик еще к выходу Ubuntu 17.10, но тогда я переехал в другой город, времени практически не стало. Далее шли доработки сценария, куча нервотрепки, поломка видеокарты, в общем дикий ужас. И вот наконец-таки этот выпуск готов. Я постарался вложить в него максимум инфы обо всех выпусках Ubuntu, но заранее прошу прощения, если что-то упустил. Этот выпуск я сделал еще и как дань уважения этому дистрибутиву, ведь именно благодаря нему я стал изучать IT-технологии. Так что поехали. Но прежде чем начать рассказ об Ubuntu, наверное стоит немного рассказать о дистрибутиве, на котором она основывается – Debian. Проект Debian был основан в 1993 году немецким программистом Яном Мердоком, тогда еще студентом университета Пердио, а чуть позже – бакалавром в области информационных технологий. Само название Debian – это объединение его имени и имени его жены Дебры. Ян написал так называемый «Манифест Debian», в котором подробно описал суть нового дистрибутива, сделав особый акцент на его некоммерческой основе и полной свободе всех входящих в него компонентов. Это было славное время зарождения GNU Linux как такового, и дистрибутивов таких, какими мы их привыкли видеть сейчас, тогда еще не было. Установка GNU Linux всегда сводилась к долгому компилированию всех компонентов из исходного кода, а именно самого ядра Linux, конфигурируя его под свое оборудование, и окружения GNU, то есть командные оболочки BASH, редакторов вроде Emacs, компилятора GCC, утилит Binutils и т.д. Эту проблему частично решил один из самых первых дистрибутивов Linux – SLS – SoftLanding Linux System, вышедший в 1992 году. Собирать из исходного кода там нужно было лишь ядро, все остальное поставлялось в бинарном виде. SLS был довольно популярным – это был не просто набор из ядра и вспомогательных утилит, а по-настоящему целостная операционная система, в которую также вошла портированная на Linux оконная система X386 и оконный менеджер FVWM. Чуть позже вышел самый первый в истории LiveCD дистрибутив – Yggdrasil, который еще и умел автоматически конфигурироваться под оборудование, на котором запущен. Однако эти дистрибутивы весьма плохо поддерживались, и тот же SLS страдал от кучи багов. Не последнюю роль в этом сыграл переход разработчиков ядра Linux на использование формата исполняемых файлов ELF вместо традиционного Unix.au. В итоге за доработку SLS взялся американский программист и также бакалавр в области информационных технологий Патрик Фолькердинг. Своё творение он назвал Slackware и до сих пор является его бессменным лидером, а саму Slackware называют самым Unix-вым Linux дистрибутивом. Ян Мёрдок тоже вдохновлялся SLS, при этом в отличие от Slackware Debian не заимствовал ничего из этого дистрибутива. Ян создавал систему полностью с нуля. Проект Debian стал разрабатываться небольшой, но очень сплоченной группой хакеров и программистов, которая постепенно разрасталась. Основными целями является полная свобода поставляемого в составе программного обеспечения, а также упор на стабильность системы. Спустя некоторое время в Debian был представлен собственный пакетный менеджер D-Package, использующий формат пакетов .deb, в котором распространяется ПО для Debian и основанных на нем систем по сей день. D-Package стал одним из самых первых пакетных менеджеров, полностью решив проблему распространения программ и избавивший пользователя от их сборки из исходного кода. Стабильность и строгость разработки Debian привлекла очень многих разработчиков, число которых в настоящее время перевалило за тысячу. Дистрибутив имеет несколько веток. Old Stable — предыдущий стабильный выпуск. Stable — текущий стабильный. Testing — тестовый выпуск, который впоследствии станет Stable. Unstable — нестабильный выпуск, в котором происходит тестирование самых свежих пакетов. И Experimental — ветка, в которой сопровождающие могут тестировать самое свежайшее ПО перед включением его в Unstable. Ян Мердок ушел с поста лидера Debian довольно быстро, и на месте лидера проекта побывало весьма много очень талантливых и ответственных людей. Одним из них был Брюс Перенс, автор определения Open Source. Именно этот человек создал и задокументировал понятие «открытый исходный код», а сам документ используется для определения степени соответствия лицензии программы стандартным открытого ПО. Брюс некоторое время работал в студии Pixar, и потому было предложено давать выпускам Debian имена персонажей очень популярного тогда мультика «История игрушек», к слову, самого первого полнометражного мультика, целиком созданного в компьютерной графике. И первый выпуск под номером 1.1 получил имя Buzz. Ветку Unstable назвали Seed в честь пацана, ломающего и издевающегося над игрушками. Получилось весьма креативно, а благодаря тому, что «История игрушек» вышла аж три части и скоро выйдет четвертая, имен персонажей для выпусков еще много. Debian стал крепкой и надежной базой очень многим популярным ныне дистрибутивам Linux, таким как Linux Mint Debian Edition, SteamOS, Deepin Linux, Knopix, Kali Linux, Tails и многим-многим другим, ну и разумеется Ubuntu. Он является одной из самых важных операционных систем во всей IT-индустрии, очень широко применяется в научно-исследовательских лабораториях, в NASA, на высокопроизводительных рабочих станциях, занимает лидирующие позиции в интернет-серверах и много где еще. К сожалению, основатель Debian Ян Мердок ушел из жизни 28 декабря 2015 года, покончив жизнь с самоубийством, по официальной версии, хотя многие обстоятельства его смерти до сих пор туманны. Но не будем о грустном. 18 сентября 1973 года в южноафриканском городе Велком в семье хирурга и воспитательницы детского сада родился человек, в будущем сильно повлияющий на Linux и IT-индустрию в целом. Этот человек Марк Ричард Шаттлворд. Окончив университет Кейптауна и получив степень бакалавра экономических наук в области финансов и информационных систем, Марк присоединился к проекту Debian, где был одним из наиболее активных разработчиков. В 1995 году он создает компанию Toad — центр выдачи цифровых сертификатов. Но, конечно, создает компанию, сказано весьма громко, ибо находилась она в его гараже. Но ведь многие великие люди начинали свою карьеру с гаража. Первоначальный проект Марка заключался в создании защищенного сервера, не скованного ограничениями на экспорт криптографии, которые наложены Соединенными Штатами. Созданный им сервер Cux был адаптацией веб-сервера Apache. Это программное обеспечение было интегрировано с веб-сервером Stronghold, после того как Toad стала заметной в ходе своей деятельности по сертификации. В общем и целом эта компания принесла очень большую пользу, ведь она сертифицировала первые версии браузера Netscape Navigator, который спустя несколько лет перейдет в разряд свободного ПО и станет Mozilla Firefox. В 1999 году, в самый пик популярности так называемых доткомов, Марк продал Toad за 3,5 миллиона южноафриканских рандов, что примерно равно 575 миллионам тогдашних долларов. Серьезно разбогатев, Марк решил воплотить в жизнь свою давнюю мечту – стать космическим туристом. Заплатив 20 миллионов долларов компании Space Adventures, Марк начал проходить курсы подготовки космонавтов, проведя 7 месяцев в звездном городке. В открытый космос он вышел на корабле «Союз ТМ-34», где вместе с есколькими учеными на протяжении 8 дней проводил исследования генома и спида. Таким образом, Марк стал вторым в мире космическим туристом, после американского предпринимателя Денниса Тито. Марк не забыл свою любовь к Линукс и свободному ПО, и спустившись с небес на Землю, основал коммерческую компанию Canonical, вложив в нее 10 миллионов долларов в качестве капитала. Основная штаб-квартира Canonical стала располагаться в Лондоне. Марку очень нравится Debian, но его консерватизм не позволял Марку воплотить какие-то новые идеи. Пригласив в свой дом несколько знакомых разработчиков, он начал обсуждать планы по созданию нового дистрибутива Линукс, который тогда еще не имел названия. Цели, в общем-то, были весьма просты – предоставлять более частые выпуски Debian, брав за основу пакеты из тестовой и нестабильных веток, тем самым также предоставляя более свежее ПО. Использовать Python в качестве единственного языка разработки. Выпускать дистрибутив два раза в год – в апреле и октябре. А также максимально упростить пользователю взаимодействия с системой. Шаттлорд потратил 6 месяцев на архивы рассылки электронной почты Debian во время своего путешествия в Антарктиду на ледоколе Капитан Хлебников в начале 2004 года, чтобы выбрать наиболее активных разработчиков проекта и пригласить их для работы над новым дистрибутивом. В конечном итоге проекту было дано имя Ubuntu, что в переводе с языка Zulu означает «человечность». Но отдельно стоит сказать и о кодовых именах каждого выпуска, которые в русском переводе звучат весьма упорото, хотя это в основном экзотические животные Африки. И вот, 20 октября 2004 года на свет появился первый выпуск Ubuntu 4.10 под кодовым именем Warty Warthog – бородавчатый бородавочник. Компакт-диск дистрибутива можно было бесплатно заказать через сервис SGPIT. Марку было очень важно, чтобы как можно больше пользователей получили возможность использования Linux. Ubuntu 4.10 основывался на тестовой ветке дистрибутива Debian 3.1 Sarge. Он включал в себя ядро Linux версии 2.6.8, графическую подсистему X3.86 4.3, графическую оболочку GNOME 2.8 и некоторый набор приложений, таких как GIMP 2.0, Mozilla Firefox 0.9 и OpenOffice 1.1. Ubuntu 4.10 поставлялся в двух вариантах – установочный диск и LiveCD, основанный на компонентах дистрибутива Knopex. Разумеется, Ubuntu не стала первопроходцем, и до нее были дистрибутивы, пытавшись подружить простого пользователя с Debian, как, например, Mepis, основанный Уорреном Вудфордом и вышедший годом ранее, а также предлагавший по умолчанию KDE, а не Gnome. Mepis, а точнее одна из его редакций под названием Simply Mepis, был намного проще, чем оригинальный Debian, и в частности имел режим LiveCD. Позднее Mepis сперва перешел на пакетную базу Ubuntu, потом начал использовать смесь пакетов из Debian и Ubuntu, а потом и вовсе сдох, но благодаря сообществу воскрес в виде дистрибутивов Antix и MX Linux, о которых обязательно будет отдельный выпуск. Ubuntu 4.10 была более простой в установке и настройке, чем Debian. Графическое окружение Gnome было собрано с поддержкой автомонтирования внешних накопителей и дисков посредством подсистемы HAL, о которой далее. Плюс ко всему было упрощено конфигурирование графической подсистемы X3-86. Да и прочие приятные мелочи, вроде собственной весьма приятной темы оформления для Gnome, ибо сам по себе он выглядел вот так. Так что свое звание Linux с человеческим лицом Ubuntu получило вполне заслуженно. Выпуск обновлений безопасности для Ubuntu 4.10 закончился 30 апреля 2006 года. Уже в следующем выпуске, состоявшемся полгода спустя, разработчики избавились от графической подсистемы X3-86 и заменили ее на новый дисплейный сервер Xorg, который живет и по сей день. Причина замены в том, что X3-86 во-первых сменил лицензию, что сильно затруднило разработчиков вносить изменения в код, а во-вторых и сами руководители проекта не торопились принимать патчи. В результате это привело к тому, что многим ключевым разработчикам XO приходилось поддерживать собственные форки. В конце концов это их задолбало, и вместе с ветераном разработки XO к Китом Паккардом они основали проект Xorg. Его развитие пошло уже значительно быстрее и активнее. Кит написал множество расширений, что хоть и не избавило XO от их фундаментальных проблем в целом, но все же значительно их осовременило. Развитие продолжается и по сей день, даже несмотря на активную разработку Wayland. Справедливости ради стоит сказать, что с момента рождения Xorg из него вычистили целый самосвал устаревшего кода, хотя осталось еще очень много, и без глобальной поломки его не убрать. И я думаю, что о графической составляющей Linux нужно рассказать подробнее в одном из выпусков. Напишите в комментах, если тоже так считаете. Помимо основной редакции с рабочим столом Gnome, появилась редакция с рабочим столом KDE, названная Kubuntu, что переводится, кстати, как «Направленная на человечность». Наверное, именно в эту пору противостояние Gnome и KDE начало набирать силу. Чуть позже появилась редакция с рабочим столом XFCE, названная, как ни странно, «Ксубунту». Я специально избегаю слова «сборка», потому как, несмотря на общую пакетную базу, у каждой редакции свое сообщество, цели и видение идеального рабочего стола. Потому назвать это просто «сборкой» не совсем правильно. Но вот такие редакции, как, например, Ubuntu Studio, включающие в себя огромное количество ПО для работы с мультимедиа, или Idubuntu, созданную для образовательных учреждений, уже вполне можно назвать сборками, так как это лишь комплекты для быстрого развертывания. За 2005 год Ubuntu подросла и стала, так сказать, еще более человечной. Появился менеджер обновлений, который еще и уведомлял пользователя об их наличии. Создана база данных оборудования, полностью совместимого с Ubuntu. Обеспечена поддержка режимов сна и гибернации. Применен красивый графический загрузчик U-Splash, встречавший пользователя вместо быстро бегущих сообщений и инициализации. Добавлена надстройка над пакетным менеджером под названием Synaptic, сильно упростившая работу с ПО. А также проведена интеграция нового сервиса Launchpad, на который отправлялись ошибки в работе дистрибутива. Изначально сервис предназначался лишь для разработчиков, но это вызвало большую волну негатива, и вскоре он стал доступен всем желающим. Launchpad стал платформой для разработки Ubuntu. Спустя несколько лет здесь появится собственная система контроля версии Bazaar, на мой взгляд весьма неудобная, и кое-какие полезные фичи. 2006 год был очень богатым не только на события в мире Ubuntu, но и на события в Linux в целом. В этом году компания Novel представила миру первый в истории Unix и Linux композитный оконный менеджер – Compis. Суть композитного менеджера заключается в том, что он позволяет компоновать изображение посредством видеокарты, либо процессора в режиме программного рендеринга, обеспечивая более плавный вывод картинки и дополняя ее различными улучшениями, такими как тень вокруг окон, создающая эффект глубины, анимации сворачивания и т.д. Ну и естественно, ускоряя вывод изображения. Первоначальная версия Compis работала только на специальном аппаратно ускоренном X-сервере XGL, но в марте того же года компания Red Hat портировала Compis на стандартное для XORG расширение AIGLX, работающее посредством OpenGL. В дефолтную поставку Ubuntu Compis пока не попал. Как и положено, обкатывать его начали на Fedora. В сентябре 2006 года от Compis было создано ответвление под названием Берилл. Его особенностью был собственный декоратор окон Эмеральд, изумруд в переводе на русский, который позволял творить магию с заголовками окон приложений. В сочетании с такими эффектами, как куб рабочих столов, колушащиеся окна и сгорание окон, он начисто срывал башню практически любому и являлся одним из основных предметов гордости Линуксоида перед пользователем Windows. Год спустя разработчики договорились об объединении проектов Compis и Берилл, в результате чего сам Compis стал называться просто Compis Core, а набор разнообразных плагинов и расширений к нему Compis Fusion. Берилл как отдельный проект перестал существовать, а Эмеральд стал расширением для Compis. А тем временем, 1 июня 2006 года выходит четвертый по счету выпуск Ubuntu 6.06 и первый выпуск с длительным сроком поддержки LTS, которое осуществлялось 3 года для десктопной редакции и 5 лет для серверной. Это первый и единственный на данный момент релиз, выпуск которого был перенесен на 2 месяца в связи с недоработками. Кодовое имя – Depper Drake, щеголеватый селезень. Изменений очень много. Первое и самое главное – появился графический установщик системы – Ubiquity, что существенно упростило установку системы и привлекло много новых пользователей. Более того, с этого выпуска Ubuntu можно было установить на флешку. Установочный диск и LiveCD стали единым целым. Для настройки сети был добавлен разработанный Red Hat компонент Network Manager, сильно упростивший настройку сети. Изменился и внешний вид рабочего стола. Было представлено новое оформление Human Luxe, выполненное в карамельных тонах. Добавлена графическая утилита GDB, с помощью которой можно установить скачанный деппакет с программой двойным кликом, как в Windows. Дистрибутив по-прежнему можно было заказать по почте. Также он шел в комплекте с некоторыми компьютерными журналами. Спустя полгода, в выпуске Ubuntu 6.10 была представлена новая система инициализации Upstart, отвечающая за начальную инициализацию системы и загрузку служб, пришедшая на замену устаревшему Sys5 Init, в свою очередь пришедшему аж из Unix System 5. Главным преимуществом Upstart стала его событийная модель работы, то есть он мог следить за приложением или демоном, и в случае чего перезапускать его. При этом Upstart имел понятие о зависимостях между сервисами и мог вести их параллельную загрузку, что на многоядерных машинах приводило к существенному повышению скорости загрузки системы. Upstart оказался очень крутым, однако из-за приоритета на совместимость с классическим инитом не добился высокой популярности у разработчиков, хотя длительное время применялся в Fedora, а также до сих пор применяется в Chrome OS. В дальнейших выпусках разработчики продолжали вносить улучшения, направленные на дружелюбие к пользователю. К примеру, в 2007 году была представлена утилита Windows Ubuntu Installer или Wubi, с помощью которой пользователь мог установить Ubuntu прямо в Windows, как обыкновенную программу, и потом также просто ее удалить. Конечно, это не позволяло оценить Ubuntu в полной мере, но избавляло от необходимости в записи загрузочного диска и загрузки с него, чтобы оценить систему. Осенью 2007 года, с выходом Ubuntu 7.10, появилась полная поддержка файловой системы NTFS, правда работает она через слой абстракции Fuse, отчего имеет меньшую производительность. Также добавлена разработанная Novel система мандатного контроля доступа UpArmor, обеспечивающая безопасность за счет контроля доступа приложений к ресурсам системы, а также включен в поставку по умолчанию Компис. Кстати, Компис мог применяться не только в обычной редакции Ubuntu с Gnome, но и в Kubuntu и всех остальных. В 2008 году одним из разработчиков XORG был представлен протокол для организации оконной системы нового поколения, Wayland. Так как протокол X11, реализацией которого является XORG, создавался еще в 80-х годах прошлого века, и весь необходимый функционал постепенно реализовывался в виде расширений, это привело к огромному нагромождению кода, да такому, что лишь трое программистов на нашем глобусе полностью понимает его внутреннюю структуру. Ограничения XORG со временем становились все ярче, и единственным выходом оказалось создание новой оконной системы, полностью написанной с нуля с учетом современных реалий. Я сейчас не буду слишком углубляться в подробности. Скажу лишь то, что Wayland взял на себя лишь базовый функционал. Он не занимается отрисовкой вообще, ею занимаются графические библиотеки, вроде Qt, GTK и так далее. Он оперирует уже готовыми буферами изображений, а его девиз – каждый выводимый кадр должен быть идеальным. И это действительно так. Однако первое время Wayland разрабатывался как любительский проект всего одним человеком, но спустя несколько лет за него всерьез делись многие корпорации, в первую очередь Red Hat, Samsung и Collabora, а также присоединились многие разработчики XORG, в первую очередь для работы над совместимостью с приложениями, не поддерживающими Wayland. Позднее был создан набор дополнительных протоколов Wayland Protocols, в которые разработчики могут добавлять различные дополнительные улучшения, не загромождая базовый протокол. С этого момента Wayland начинает все чаще мелькать в новостях, связанных с графическими окружениями и библиотеками, а Марк стал присматриваться к будущему потенциальному убийце X11. 24 апреля 2008 года вышел второй LTS-выпуск Ubuntu 8.04 Hardy Heron «Выносливая цапля». Одной из самых заметных особенностей этого выпуска является интеграция нового звукового сервера Pulse Audio, пришедшего на замену Gnome eSound и KDE Arts. Изначальная задумка хороша. Единый звуковой сервер, отвечающий за маршрутизацию звуковых потоков между приложениями и звуковыми устройствами, работу с Bluetooth-гарнитурами и многое другое. Однако первые версии принесли в основном лишь сильную загрузку процессора, шипение, треск, пердеж и прочие звуки природы. Интернет стал наполняться статьями об отключении пульса, а ее разработчику, тогда еще малоизвестному Ленарту Поттерингу, уже тогда зарезервировали котел в аду. Со временем многие проблемы исправили, сейчас пульсаудио работает прекрасно, но осадочек остался. Да и суровые бородатые линуксоиды так его и не признали. Но пульсаудио был всего лишь небольшим неудобством по сравнению с тем, что творилось тогда в ядре линукс. Именно в это время появился знаменитый баг под номером 12309, сильные тормоза системы при операциях ввода-вывода. Например, копируете вы фильм весом 8 гигов с жесткого диска на флешку, или наоборот, и в большинстве случаев наблюдаете улагающий курсор мышки и тормоза окон, а если у вас еще и фоном играет музыка, то вдобавок заикание. И так до тех пор, пока этот фильм не скопируется полностью. Самое неприятное было то, что этот баг было крайне трудно отловить. У одних пользователей ядро работало без каких-либо сбоев, у других баг отрывался по полной программе. Решения находились самые разные, и окончательно баг победили лишь в ядре 3.3, вышедшем в 2012 году. Однако у некоторых пользователей порой случались симптомы, напоминающие поведение этого бага, потому они по ошибке принимали их за баг 12.309. В основном это было связано с копированием информации на медленные флешки, особенно с разделов файловой системы NTFS. Сам такое часто наблюдал. В ядре 4.10 и эту проблему решили. Именно этим багом пользователи Windows до недавнего времени часто троллили линуксоидов, но если говорить объективно, в винде этот баг также присутствует и никак не лечится. В силу того, что при копировании файлов в винде этой операции дается высокий приоритет, то пока, например, устанавливается игра, пользоваться системой невозможно. Лагов курсора и окон, конечно, не происходит, но это лишь небольшое утешение. С недавних пор похожая проблема появилась во FreeBSD и macOS. Ну ладно, теперь о веселеньком. В состав Umut 8.04 вошли обновленные программы для записи дисков Brasero, Torrent Client Transmission, а также множество оптимизаций для компис. С этого выпуска началась мода на колышащиеся окна, куб рабочих столов, который сам по себе чуть ли не визитная карточка линукса, рисование огнем, дождь на рабочем столе и самые разнообразные разукрашивания интерфейса с использованием Emerald. В общем, выпендривались как могли. В этом же году была представлена новая, пока что не официальная редакция, Ubuntu. Дистрибутив, использующий легковесное окружение LXDE, построенный на базе оконного менеджера OpenBox, панели LXPanel и кое-каких вспомогательных утилит, так же как и Gnome, использующий библиотеку GTK2. Однако в состав официальных вариантов Ubuntu с разными рабочими столами она не была принята. Но пользователи старого и дряхлого железа оценили дистрибутив по достоинству. Он оказался легковеснее Windows XP. Это дало новую жизнь старым компьютерам, которые уже вот-вот должны были оказаться на помойке. Разумеется, я не имею в виду, что до Ubuntu не было никаких легковесных окружений или дистрибутивов. Были, конечно же. Но Ubuntu завоевала большую популярность именно среди, так скажем, средних пользователей Linux. Началась замена устаревших компонентов под системы Hardware Abstraction Layer, или HAL, на DeviceKit и UDERP, разработанные RedHat. Впрочем, они же создали и HAL. HAL — это слой абстракции от оборудования. Он сильно упрощал подключение и автонастройку, например, принтеров, однако накладывал множество ограничений, затруднял работу спящего и ждущего режимов, а также, в силу своей природы, давал накладные расходы и ограничивал производительность дисковой подсистемы. Он отвечал также за автомонтирование дисков, но при этом в каталоге SlashDev, где находились файлы устройств, творилась настоящая помойка. В те времена в систему сразу устанавливался набор типичных файлов устройств, вроде всяких мышей, клавиатур, дисков и т.д., даже если они физически отсутствовали в компьютере. Каталог SlashDev становился просто эпически раздутым. Проблему конфигурирования устройств в соответствии с их драйвером решала виртуальная файловая система DevFS, однако Янна, в свою очередь, накладывала многие ограничения. В частности, она работала на уровне ядра и не могла обеспечить постоянное именование устройств вне зависимости от их положения в дереве устройств, а также адекватное управление правами доступа. Кроме того, после перезагрузки устройство не удалялось из каталога SlashDev, а значит, туда вполне могло прописаться что-то вредоносное. Единственным способом избавиться от всего этого было написание нового демона, тесно интегрированного с ядром Linux, но целиком работающего в пространстве пользователя. Разработчики учли все ошибки и прошлый опыт, и постепенно с дистрибутивов начали выкидывать хал. DeviceKit являлся модульным и пришел на замену монолитному и тяжелому хал, в то время как UDEV заменил DevFS, в отличие от которой целиком работает в пространстве пользователя, лишен всех ее ограничений, и теперь в каталоге SlashDev появлялись файлы только тех устройств, которые реально подключены к компьютеру, а при их отключении, а также перезагрузке, удалялись. Это было очередное революционное нововведение, не только в Ubuntu, но и во всем GNU Linux в целом. Однако на хал были завязаны многие программы, например KDE или Flash Player, потому из репозиториев его выкинули не сразу. Забота о пользователе. Позднее DeviceKit был объединен с UDEV, который в свою очередь, спустя несколько лет, был объединен с системным менеджером SystemD. Во стене в выпуске Ubuntu 8.10 «Бесстрашный козерог» добавлена поддержка сетей 3G, гостевой сеанс и кое-какие оптимизации. А редакция Ubuntu 8.10 является первым выпуском, в котором предлагалась по умолчанию KDE 4 и облочка KDE Plasma, которые отныне, вместе со всем стеком приложений, распространяются под именем KDE Software Compilation. Рекомендую ознакомиться с роликом об истории KDE, чтобы узнать, чем так знаменита четвертая версия этого окружения. За 2009 год в Ubuntu произошли значительные внутренние изменения. Добавлена поддержка USB 3.0, ускорена загрузка системы, появилась новая экспериментальная файловая система X4. Обеспечена начальная поддержка онлайн-сервиса Ubuntu One, предоставляющего средства облачного хранения данных и синхронизации этих данных между различными устройствами. Пользователю предоставлялись 2 гигабайта личного пространства в хранилище. Улучшена работа на многомониторных конфигурациях, исправлены многочисленные баги в Pulse Audio, причем для улучшения его работы были внесены изменения в ядро, а также появилась новая редакция для нетбуков Ubuntu Netbook Remix, в котором представлен новый интерфейс, оптимизированный под маленькие экраны и внешне сильно напоминавший оболочку медиа-центра. Появился Ubuntu Software Center, магазин приложений для Ubuntu, являющийся аналогом яблочного App Store. Он значительно облегчил поиск и установку программ, плюс мог выводить дополнительную информацию о каждом пакете, вроде его рейтинга. Разработка дистрибутива полностью переведена на систему контроля версии Bazaar. Помимо этого, существенно улучшены мультимедийные стороны Ubuntu. Добавлена поддержка популярных социальных сетей, улучшены средства каталогизации фотографий, а также добавлен музыкальный проигрыватель Rhythmbox, поддерживающий синхронизацию с портативных медиа-устройств, таких как iPod и PSP.